Украинские события привлекли внимание к другой постсоветской республике, Молдавии. Там сразу два очага сепаратизма, Приднестровье и Гагаузия. Если у Гагаузии особый статус в составе Молдавии, то юрисдикция Кишинева на Приднестровье вообще не распространяется. А у Приднестровья, между тем, общая граница с Одесской областью. В Одессе, напомню, сегодня вспыхнули массовые беспорядки. Если Москва все-таки разыграет крымский сценарий на юго-востоке Украины, то Тирасполь вполне сможет рассчитывать, если не на присоединение к России, то наверняка на признание независимости. Раздражителем для российских властей и в случае с Молдавией является прозападный курс – Кишинева. На этой неделе Молдавия получила то, чего Москва добивалась много лет, но так и не добилась – безвизовый режим со странами Евросоюза. Государственная граница Украины, дальше Молдавия. Для тех, кто не знает, табличка с припиской «Проход запрещен». Каждый день эти пограничники проходят десятки километров, чтобы чужой сапог не ступил на украинскую землю. Отсюда Приднестровье, как на ладони, КПП «Кучурган-Авто». До Тирасполя – 28 километров. Непризнанная республика – головная боль не только Кишинева, но и Киева. Жители Приднестровья – практически все граждане России. А пересечь границу с Украиной обладателем российских паспортов можно только здесь. Поздоровался – пропустил. Украинские таможенники и пограничники вежливые в зелёном. Поставлены здесь, чтобы другие вежливые зелёные российские человечики не проехали в Одесскую область. На данном этапе ситуация на Приднестровском участке Украины-Молдавской границы стабильная и находится под контролем. Детельный контроль границы по ту молдавскую сторону готовы оплатить США. Вашингтон предоставит Молдавии дополнительно 10 миллионов долларов для укрепления безопасности. Сообщила об этом помощник госсекретаря США Виктория Нулот. Причём сделала это, находясь в Кишинёве. «Ситуация в регионе складывается непростая. Мы хотим подтвердить приверженность территориальной целостности и суверенитету Молдавии». На Западе не исключают – после Крыма Россия возьмётся за Приднестровье. И пока взоры мировых СМИ прикованы к Украине, именно вокруг Кишинёва развернулась бурная американо-европейская дипломатическая деятельность. Нуланд не единственная, кто приехал в Молдавию. За месяц здесь выполнили и перевыполнили план по приёму высокопоставленных гостей на годы вперёд. Если приходилось ждать, относились с пониманием. Вот, наконец, и они – министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. А это уже главный дипломат Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На переговоры отправляются под пулемётную очередь фото вспышек. Европейские министры дружно заявили – спасибо Молдавии за то, что проголосовала в ООН против присоединения Крыма к России. Но на членство в ЕС Кишинёв рассчитывать не может. Соглашение об ассоциации – пожалуйста. Другой вопрос – насколько эта самая ассоциация повлияет на и без того слабую экономику Молдавии. Главное требование – экономика должна быть экономной. Европейский выбор, заверили дипломаты, есть всегда. Этот вопрос не решается в Париже, Берлине или Брюсселе, но в самих странах с европейской перспективой. Сейчас тот период, когда устранены все барьеры на пути либерализации визового режима. И нам есть чему радоваться. Мы достигли важных вещей. Молдавия разделилась на тех, кто радуется европейской перспективе и называет кремлевскую политику оккупационной. И тех, кто за таможенный союз и Россию. Россия! Россия! Молдава! Хочется сказать свое мнение отрицательное по отношению к той истерике, лживой истерике, которая валится из Европы, из Америки на эту бедную Россию. Россия может и обеднела. Миллиардов на 5 американских долларов. Из-за Приднестровья. Именно столько составляет долг самопровозглашенной республики за российский газ. А если посчитать все остальные дотации, и это при том, что никто, включая Москву, не признал независимость Приднестровья. 16 апреля непризнанный парламент вновь обратился к российскому руководству со старой просьбой признать. 17 апреля президент России Владимир Путин ответил весьма расплывчато. Это не что другое, как проявление демократии, если мы позволим этим людям сделать так, как они хотят. Своеобразным катализатором очередного признания России или присоединения к России может стать безвизовый режим между Кишиневом и ЕС. Он уже в действии. И дело даже не в том, что Молдавия – единственная страна СНГ, которая добилась такого европейского прогресса. Жители Приднестровья массово обзаводятся молдавскими биометрическими паспортами. Им тоже хочется ездить в Европу через молдавское окно. Чтобы ненадолго вырваться из-под зоркого ока Владимира Ильича, они готовы платить. На черном рынке предупреждают – торопитесь, скоро паспорт будет стоить 7 тысяч евро. И рекламируют – купил граница открыта. Если Москва не помешает Кишиневу проводить так называемую политику мягкой силы, и проблема Приднестровья и Гагаузии будет решена, то Молдавия вполне может стать членом НАТО. Молдавские власти считают, что если двери Альянса откроются, то только тогда можно быть уверенными в нерушимости границ. Но двери пока полуоткрыты. Натовцы действуют медленно. Действие – индивидуальный план партнерства Молдавия-НАТО. В его рамках проводятся совместные военные учения. Маневров много, особенно в последнее время. Только вот места для дипломатического маневрирования остается все меньше.